МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенняя сессия – традиционная пора финансового планирования в парламентах всех уровней России. Именно в это время формируется бюджет на ближайшую трехлетку. В законодательном собрании Пермского окрая сегодня прошло первое чтение главного финансового документа. Проект документа в ежегодном послании депутатам представил губернатор Пермского окрая Дмитрий Махонин. Чего ждать пермякам в ближайшую трехлетку, расскажем в нашей программе. Несмотря на непростые условия формирования бюджета, ключевой приоритет остался неизменным – исполнение всех взятых социальных обязательств. На это будет направлено порядка 70% финансирования. А это и борьба с безработицей, поддержка малоимущих и многодетных семей, и реализация национальных целей развития. При этом, как подчеркнул губернатор региона Дмитрий Махонин, удалось нарастить и инвест-расходы, то есть увеличить финансирование тех проектов, которые обеспечат будущее развитие региона. И потенциал в этом направлении только растет. В 2022 году примерно два раза вырастет бюджет развития. Этому тоже есть объяснение, поскольку у нас впереди достаточно знаковые даты. Это и трехсотлетие Перми, и еще ряд инфраструктурных наших обязательств, которые надо исполнять. В целом, представленный документ является максимально сбалансированным и выверенным, насколько это возможно, в сложившихся условиях пандемии. Основные параметры по расходным обязательствам это почти 200 миллиардов, а точнее 198 миллиардов рублей, 15 миллиардов дефицит, но дефицит хочется отметить технический, то есть мы понимаем источники погашения этого дефицита, то есть в принципе бюджет сбалансирован. Бюджет предполагает индексацию мер социальной поддержки. На данный момент в регионе этими мерами пользуется каждый третий житель, а это более 800 тысяч человек. Отдельное внимание в послании депутатам губернатор уделил реализации национальных целей, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Так, на финансирование нацпроектов в 2022 году планируется направить более 13 миллиардов рублей, а в следующие два года еще порядка 25. Всего на реализацию нацпроектов в течение трех лет с учетом региональных средств планируется направить более 50 миллиардов рублей. Это строительство дорог и капитальный ремонт дорог, строительство жилья, мы выходим на полтора миллиона квадратных метров, это строительство и ремонт объектов в социальной сфере, образование, здравоохранение и так далее. Это очень важно, и мы это видим, этого нельзя не замечать. И инструментом реализации этих наших планов являются национальные проекты. Пермский край очень четко и очень активно участвует в национальных проектах. Продолжится в регионе строительство новых образовательных учреждений. При этом современные школы и детские сады будут появляться во всех муниципалитетах. Кроме того, впервые в бюджете заложены деньги на ремонт сельских клубов, что для части территории нашего региона особенно важно. Особое внимание в докладе губернатора было уделено здравоохранению. В трехлетней перспективе значительно увеличены расходы на медицину в регионе. В сравнении с прошлым годом цифра выросла более чем на 20%. Это позволит в том числе ускорить темпы строительства объектов здравоохранения. За три года по всему краю планируется ввести в эксплуатацию 8 поликлиник, психоневрологический диспансер и 2 сельских врачебных амбулатории. Среди них и долгожданные для пермяков объекты. Краевая инфекционная больница, хирургический корпус в городе Кудымкар, лечебный корпус в городе Черден и селе Юрла и краевой онкологический диспансер. Мы будем продолжать строить наше учреждение здравоохранения. У нас очень много амбициозных проектов, о которых сегодня в том числе и губернатор говорил. У нас будет продолжение строительства автодороги. Мы действительно здесь сделаем тоже определенный акцент именно на строительство новых объектов. Это и ТР-53, то, о чем сегодня тоже губернатор говорил. Выверенная экономическая политика с привлечением частного партнерства, поддержки промышленных предприятий при Камье и малого и среднего бизнеса, а также привлечения федеральных средств, позволяют сегодня говорить о том, что перед регионом открываются благоприятные перспективы экономического развития. Изменение налогового законодательства, здесь, наверное, в первую очередь нужно сказать, это развитие бизнеса малого и среднего. С точки зрения поддержки отрасли, это бюджет развития. Ну и самое главное, бюджет сбалансирован. Еще один бюджетный вопрос прошедшего заседания касался поправок в бюджет действующий. Дополнительные доходы краевой казны в размере 10 миллиардов рублей будут направлены на несколько сфер. Большая их часть, почти 8 миллиардов, была направлена на погашение дефицита бюджета, для повышения стабильности нашего финансово-экономического состояния. А также около 2 миллиардов рублей были направлены на наши потребности, связанные по программе образования, на дополнительное горячее питание по заявкам. И, в общем-то, очень приятно было направить деньги на стимулирование и награждение наших спортсменов, которые победили на Паралимийских играх. Одним из главных вопросов повестки прошедшего заседания стала тема поддержки малого бизнеса. Депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект, предложенный губернаторам по введению минимальных ставок для начинающих предпринимателей. Предполагается, что льгота будет действовать для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрировавшийся с начала 2022 года. Как отметил спикер Краевого парламента Валерий Сухих, эта мера является частью большой общей работы по поддержке и развитию малого бизнеса в регионе. Очень интересная инициатива, которую мы получили от губернатора Пермского края. Первый год – это очень маленькая или минимальная нагрузка налоговая на субъекты предпринимательской деятельности. И по каждый год она будет увеличиваться. Это все придет к тому, что процесс адаптации пройдет очень быстро, ну и тем самым будут создаваться очень благоприятные инвестиционные условия для развития малого и среднего бизнеса. Эта инициатива была рассмотрена и комитетом по экономической политике и налогом, и все депутаты законодательным собранием ее поддержали. Стоит отметить, что наш регион станет одним из первых в стране, где будет введена данная мера поддержки. Это, с одной стороны, способствует созданию новых бизнесов, с другой стороны, способствует созданию новых рабочих мест, потому что пониженная ставка предполагает развитие предпринимательства, развитие бизнеса. Также в рамках заседания депутаты рассмотрели законопроект о корректировке действующих налоговых льгот в Прикамье. Так, в первом чтении был принят закон об изменении порогов инвестиций для субъектов малого и среднего бизнеса. Отныне будут три группы. Малый приоритетный инвестиционный проект от 100 до 500 миллионов рублей, средний от 500 миллионов рублей до полутора миллиардов и крупный от полутора миллиардов рублей. Депутаты прогнозируют, что это позволит создать более выгодные условия инвестирования. Данный законопроект все-таки улучшит инвестиционную привлекательность края и даст возможность и субъектам малого предпринимательства, и крупным компаниям заходить серьезно инвестировать средства в развитие своих собственных производств. На самом деле, три законопроекта, которые были сегодня рассмотрены, они все направлены на то, чтобы инвестиционный Пермский край был более привлекательным. Еще одна принятая мера поддержки позволит повысить привлекательность сельской местности. Парламентарии поддержали инициативу распространить льготы на налог на имущество для сельхозтоваропроизводителей. Законопроект предлагает снизить ставку в размере с 1,6% до 0,3% в отношении жилых помещений, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям, которые используют их для предоставления своим работникам по договору найма. Как никогда актуальным стал представленный депутатам доклад о состоянии здоровья жителей Прикамья. По информации профильного министерства, в течение прошлого года система здравоохранения перестроила свою работу. Особое внимание было уделено дистанционной записи и работе операторов колл-центров. Все лечебные учреждения работают. И у нас имеется на сегодняшний день где-то порядка 15% это свободного коечного фонда. Я считаю, что это запас. Мы, конечно, посмотрим, как будут развиваться события, динамика. Но я думаю, что, конечно, все должно быть хорошо. Еще один доклад, представленный депутатам, касался итогов весенней призывной кампании. По словам Краевого военкома, установленное Центральным военным округом для Прикамья задание на весенний призыв в войска молодых людей, выполнено в полном объеме. Также в рамках повестки депутаты приняли постановление о формировании нового состава молодежного парламента. Процесс формирования должен завершиться до 1 июня 2022 года. Следующее пленарное заседание состоится в ноябре. Тогда же депутаты уже во втором чтении рассмотрят бюджет региона. До этого момента законодателям совместно с правительством края предстоит большая работа в рамках рабочих групп и комитетов. Работа в коридорах власти будет продолжена.